На конкурс «Агростартап» заявилось шесть человек, два из которых прошли во второй этап. Первый победитель – начинающий фермер из Нисси, но уже со своим хозяйством из восьми голов крупного рогатого скота. Взял 3 миллиона рублей на приобретение, доставку и монтаж модульного цеха переработки молока. В нем планируется производить сметану и творог для реализации жителям села. Для того, чтобы он получил средства. Первое. По условиям конкурса он должен зарегистрировать как крестьянско-фермерское хозяйство. На это ему дается 30 дней. После этого мы переводим ему средства. И по условиям конкурса он должен принять не менее двух работников к себе для работы. То есть те люди, которые будут воплощать его идею в жизнь. Кроме того, каждый квартал, они должны перед нами отчитываться о том, как они используют народные денежки. Еще одним обязательным условием для победителя конкурса является наличие собственных или заемных средств в размере не менее 10% от запрашиваемого гранта. Вести деятельность фермер должен не менее пяти лет со дня получения поддержки. Также на помощь предпринимателям приходит Центр развития бизнеса. Мы вообще подходим к сопровождению предпринимателей, подходим к комплексу. То есть мы стараемся быть таким, ну работаем по принципу одного окна. То есть предприниматель обращается в Центр развития бизнеса, обозначает свои какие-то проблемы, а мы уже стараемся их решать, помогать ему содействовать. Для того, чтобы у предпринимателя было время заниматься основным своим видом деятельности, основой деятельности своей, а различные вопросы, ну там решение каких-то сторонних вопросов мы берем на себя. В прошлом году победителей было трое. Сумму поддержки в 3 миллиона рублей также получил начинающий фермер из НИСИ. Еще два фермера из Коткина и Антика получили по 2 миллиона 400 тысяч рублей на создание животноводческих КФХ. Второе место у нас выиграл Басманов, но у него крестьянско-фермерское хозяйство, связанное с оленеводством. Это в Харуте. Он заявлялся больше, но по условиям конкурса, так сказать, ему попадают те средства, которые остались. Это 800 тысяч. То есть его право или их взять и на 800 тысяч реализовывать свой проект, или отказаться. Тогда мы снова организуем конкурс, для того, чтобы вот эти 800 тысяч разыграть среди тех, кто нам представит свой бизнес-план, для того, чтобы в направлении сельского хозяйства мы немножко продвигались вперед. Добавлю, конкурс грантовой поддержки начинающим фермерам проводится уже второй год. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.